С тех пор, как люди научились одомашнивать животных в каменном веке, мы сохраняем их как верных компаньонов и помощников. Сильные человеческие и животные связи имеют взаимовыгодные и динамичные отношения между людьми и животными, улучшая здоровье и благополучие обоих. Вот 10 самых удивительных дружеских отношений между людьми и животными. Кайли Браун – счастливая шестилетняя девочка, которая берет с собой везде свою утку – снежинку. Утка привязалась к девочке и везде преследуют ее. Они часто гуляют вдвоем в парке. Они делают почти все вместе – купаются на пляже, ходят на спортивные тренировки, устраивают вечеринки с ночевкой и даже вместе кушают одну и ту же еду. 5 лет назад Эрик О'Грей был тучным 150-килограммовым мужчиной с высоким кровяным давлением, высоким уровнем холестерина и диабетом. Его диетолог посоветовал ему попробовать завести собаку. Таким образом, когда Эрик отправился в приют для собак, он сказал, что хочет собаку с ожирением и среднего возраста, чтобы у них было что-то общее. С псом Питти О'Грей потерял 60 килограммов и улучшил здоровье, а Питти потерял 25. О'Грей благодарит Питти за спасение его жизни. «Я просыпаюсь каждый день, желая стать лучшим человеком, и в этом мне помогает именно Питти». Уорн Самбат – молодой мальчик в Камбодже. Имеет странного компаньона – питона по имени Хомрион. Хомрион является пятиметровым питоном и весит около 100 килограммов. Змея проскользнула в дом, когда мальчику было всего три месяца. Семья Самбатов полагает, что змея приносит удачу, однако также создала финансовую нагрузку на семью, поскольку они должны были кормить его десятью килограммами куриц в неделю. Питона пришлось отдать в спасательный центр, но мальчик все еще регулярно навещает своего лучшего друга. Мэри Турн завела Рэмбо около 11 лет назад, когда аллигатор был еще маленькой рептилией. Под ее присмотром аллигатор приучился к туалету, понимает язык жестов и может даже ездить на квадроцикле. Чтобы сохранить аллигатора длиной почти в два метра, Мэри пришлось переехать в собственность с двумя с половиной акрами открытого пространства или отдать его в убежище. Мэри объясняет свою дружбу с Рэмбо. «Он как мой сын. Он моя семья». Друзья Эйсберг и Джон Рэндалл купили львенка в 1969 году. Они назвали детеныша Кристианом, но в течение одного года они столкнулись с проблемой. Кристиан становился слишком большим, чтобы держать его дома, и им пришлось отправить своего питомца в Африку, где он был реабилитирован, а затем выпущен в дикую природу. Несколько лет спустя они решили посетить своего друга в Африке. Их предупредили, что шанс, что Кристиан узнает их, очень мал. Но когда они прибыли, они получили радушный прием от своего старого друга. Он все еще прекрасно узнавал своих человеческих приятелей и крепко обнял их. Еще один похожий случай произошел уже с гориллой. Aspinall Foundation – это организация, основанная Дамианом Аспиналом, которая занимается разведением и возвращением обезьян обратно в дикую природу. Одним из животных, которых он выращивал, был квиби – горилла. Он родился в зоопарке в Англии и в итоге вышел в джунгли в Габоне. А Аспинал не был уверен, помнит ли его горилла. Но это стало понятно почти мгновенно. Квиби обняла Дамиана и долго от него не отходила. Габи Ман – девятилетний ребенок из Сиэтла, штат Вашингтон. Девочка начала дружить с воронами, которые посещали ее дом, кормя их. Вскоре вороны приносили ей подарки, такие как бусы, пуговицы, металлические предметы и другие безделушки. Габи говорит, что хранит все подарки, которые она получила, в помеченных горшках, как мило. Шестилетняя Айрис Грейс Хелмшоу страдает аутизмом, который характеризуется нерегулярным сном, не имеет зрительного контакта, одержимым поведением, и девочка отказывается играть со своей семьей и другими детьми. Когда кот Тула вошел в ее жизнь, Айрис заговорила. Она говорила, сиди, кот, а Тула подчинялась. Ее логопедия совершенствовалась, как на дрожжах. И Тула даже заставлял ее играть и рисовать. Мать гепардов родила в заповеднике четырех малышей. Но, как обычно, гепарды могут обеспечить выживание только половине помета. Семья Шуманов приняла решение забрать двоих котят домой на небольшой период. У них было двое маленьких детей. И сначала Шуманы пытались держать гепардов отдельно от них. Но Ким Шуман приходилось каждые два часа кормить гепардов – Вакуу и Скайлу, и собственных детей. В конечном итоге все перемешалось. Ким одновременно грела молоко для всех и укладывала их вместе в свою кровать. Потому что гепарды тоже нуждались в материнском тепле и заботе. Годовалых гепардов все же перевели в вольер на задний двор. Но дети регулярно приходят к ним играть. Ну и напоследок. Нельзя не упомянуть легендарную собаку Хатико. Профессор Хидесамура Уэна преподавал в Токийском университете в Японии. В 1924 году Уэна привез в Токио собаку Хатико породы Акито-Ину. Каждое утро пес провожал хозяина от двери его дома до станции, откуда профессор уезжал на работу в Токио. Потом убегал домой. Но затем, по прибытии вечером поезда на станцию, пес встречал своего хозяина на перроне. Но однажды у Уэна случился сердечный приступ, и он умер в университете. А Хатико ждал его, не понимая, что хозяин больше не вернется. Многие годы прожил Хатико в ожидании своего хозяина на станции. На протяжении 9 лет пес все приходил и приходил на станцию. К приходу вечернего поезда Хатико каждый раз стоял на перроне. Не забудьте поставить лайк, если понравилось видео. На сегодня это все. Субтитры создавал DimaTorzok